всем привет ребят добро пожаловать на мой асмр канал меня зовут лиса и сегодня у нас мукбанг соседи решили что именно сейчас конечно же надо что-нибудь сверлить там у себя в стенах смотрите сегодня у нас будет новый котик сидеть на фоне это муж мне привез из командировки по-моему она прекрасна какие у нас сегодня будет с вами вкусняшки это марципаны ребята я очень люблю марципаны муж был в командировке в калининграде из козырных хишечек этого города это сладости марципаны это классические такие я уже пробовала это очень вкусно а вот это какие-то с добавлением апельсина я таки еще не пробовала мне очень интересно и осталось у меня после дня рождения одна такая маленькая корзина остался еще кусочек наполеона но его любит муж поэтому я ставлю заваривайте себе поскорее кружечку чего-нибудь бодрящего вкусного кофе чай не важно молочный лун что я вам хотела еще показать поделиться своей радостью посмотрите это о это о это zoom h6 наконец-то он мой я планировала даже сегодняшнее видео попробовать записать но как выяснилось для того чтобы подключить его к камере нужен еще там специальный проводочек которого почему-то в комплектации не было к сожалению поэтому я записываю сегодня на свою старую петличку я думаю ничего страшного потому что это мог банк это не асмр мы не шепчемся и вам и так наверно меня прекрасно слышно ну что давайте наверно попробуем сначала вот этот марцепан потому что мне очень интересно какой он по вкусу такие мини палочки тут положу чтобы было понятно что это он вкусно мне очень нравится классический марцепан который без добавок вот этот божественный привкус миндаля ребята да что то с чем то знаете чем сегодня мы будем говорить я не хотела сегодня рассматривать никакую там серьезную тему ничего такого рассказывать из своей жизни мне сегодня почему-то не хочется у меня какой-то такой знаете романтический лирическое настроение нет чтобы коробку открыть это надо все нервы себя вытрепать посмотрите какая прелесть ну так вот у меня сегодня какое-то такое романтический лирическое настроение и я знаете что придумала я расскажу вам даже не знаю не то что сказку в общем такое что это полусказка полулегенда надеюсь вам понравится и следующие там несколько минут придут для вас в полном релаксе я когда-то очень давно прочитала ее нашла на просторах интернета я помню она меня прям зацепила возможно я сейчас как-то не совсем близко к тексту но смысл вам передам укусите? ом нам нам я хуже пробовала знаю что они очень вкусные брали такие корзиночки ну в общем слушайте легенда я сейчас еще один кусочек откажу очень вкусно в общем давным-давно когда еще не все вещи на земле имели свое название в одном земном уголке мира собрались все человеческие чувства и качества сейчас бы сказали что у них был ассейшин или конференция но цена таких слов еще не было просто общий ежегодный сбор в общем они обсудили все вопросы которые стояли на повестке дня и встал вопрос о неформальной части мероприятия так сказать о развлечении чем бы заняться после того как все насущные проблемы уже были обсуждены спорили придумывали предлагали всякие варианты в общем когда все уже порядком загрустили а скука зевнула уже в третий раз сумасшествие вдруг предложила а давайте сыграем в прятки в прятки удивилась интрига что это вообще за игра такая уж она-то считала что все игры на земле ей известны ну и сумасшествие объяснила что ну кто-нибудь например оно считает до 100 закрыв глаза а все остальные прячутся потом он идет искать и тот кого найдет последним будет водить следующим игра всем пришлась по вкусу идею одобрили эйфория закружилась от радости как маленькая девочка а вот сумасшествие завязали глаза и оно принялось считать все чувства и качества бросились в рассыпную лень укрылась за ближайшим камнем на дороге потому что ей не хотелось идти куда-то далеко но триумф сумел взгромоздиться на верхушку самого высокого дерева которое только росло по близости зависть укрылась в тени триумфа благородство никак не могло найти себе места потому что все укромные местечки которые она находила подходили кому-то другому и он постоянно всем уступал в итоге где-то там припряталась красота укрылась на крыле бабочки в общем когда сумасшествие почти досчитала до 100 все чувства и качества нашли себе место где спрятаться и только любовь не могла никак найти в поисках где бы ей укрыться любовь металась из одной стороны в другую и наконец-то набрела на большие кусты диких роз поскольку времени уже практически не оставалось любовь решила что как раз нормально будет если она спрятаться в этих кустах стол досчитала самушествие и отправилась на поиски это очень вкусные конфетки я в раю в общем сумасшествие отправилась на поиски первой конечно же она нашла лень потому что на ближайшей каменной дороге ну камон быстро рассмотрела триумф увидела в его тени зависть услышала в голосе ветра пение свободы подняв голову к небесам увидела как вера спорит с богом разглядела и красоту и благородство в темно-мирачной пещере сумасшествие нашло страх который там спрятался короче говоря буквально за какие-то полчаса сумасшествие сумела отыскать всех кроме любви в поисках любви она забиралась на самые высокие горы спускалась в глубокие долины искала 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 никто не мог ему подказать помочь и вот наконец сумасшествие набрело на те самые розовые кусты в которых пряталась любовь раздвигая ветки сумасшествие неловко качнуло их и острые шапу роз поранили любви глаза сумасшествие не знало что делать оно плакало извинялось молило о прощении и в искуплении своей вины пообещало навечно стать поводурем любви и вот с тех пор как на земле играли впервые в прятки миллионы лет спустя любовь все так же слепа а сумасшествие будет и за руку такая вот милая сказка даже я не знаю как это назвать притча надеюсь вам понравилось я помню я когда-то в школе а я узнала эту легенду еще когда училась в школе у нас на уроках русского языка была такая практика мы должны были выбрать какую-нибудь заданную тему либо придумать произвольную свою какую-то и на эту тему в течение 10 минут рассуждать мне всегда было очень скучно выбирать из тех тем которые предлагались поэтому я предпочитала придумать какую-нибудь свою и ее там развивать когда-то так получилось что я не успела подготовиться к уроку не придумала на какую тему буду говорить и тут меня вызывают как всегда вырос плохо я вышла мне просто всплыла в голове эта сказка и я сказала а сейчас будет сказка и в течение там следующих 10 минут рассказывала эту историю и народ был в восхищении всем понравилось получила тогда свою заслуженную пятерочку вот решила я с вами поделиться этой историей мне там кто-то писал в комментариях к прошлому мукбангу что типа вот тебе сколько раз предлагалась тема про бездомных животных актуальная ты ее не поднимаешь потому что тебе интересно рассказывать только о себе это не так ребята мне интересно рассказывать не только о себе естественно просто мне не хочется застракивать какие-то знаете такие достаточно триггерные темы потому что ну для меня допустим вот тема животных которых выбрасывают на улицу это глубоко цепляющая эмоционально у меня проблема и допустим релаксировать смотря такое видео я бы лично не смогла а мы все таки с вами собираемся здесь чтобы выпить чая посидеть за уютной беседой это не значит что я буду полностью игнорировать какие-то там серьезные темы у меня сегодня настроение не то простите уж меня кстати ребята у меня еще вот такая новость для вас я послезавтра сегодня вторник короче говоря я уезжаю к родителям в гости где-то недельки на две поэтому не ждите от меня асмр видео ближайшие две недели я возьму с собой камеру и возможно я сниму вам там какое-нибудь видео но вряд ли это будет асмр то есть скорее всего это будет мукбанг напишите кстати в комментариях какое бы украинское блюдо что вы хотели увидеть на этом видео я постараюсь к вам прислушаться обжаряю котенечки правда они такие достаточно сытненькие ну что это будет скорее всего не слишком длинное видео но я уже успела допить весь свой чай надеюсь вы тоже успели выпить со мной кружечку кружечку другую и отдохнуть немножко от суеты рабочей недели, учебной недели всех очень люблю не скучайте без меня я уезжаю ненадолго постараюсь не забрасывать совершенно канал на эти две недели то есть что-нибудь там да поснимаю вам если будет такая возможность целую пока-пока 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 пока-пока